Развивать белорусский контент, створать новые интересные и актуальные проекты, сдымать уластные сериалы. Сегодня старшиня Белтелерадо-компании Иван Эйсмант встретился со студентами и выкладчиками Гомельского государственного университета имя Франциска Скарыны и поделился планами развития белорусского телебачения. С начала разговора шла об медиапрасторы Беларуси в целом. Иван Эйсмант рассказал об самых буйных компаниях страны, АНТ, Столичным Телебаченне и Белтелерадо-компании. У состава пошни выходит одразу 7 каналов, которые динамично развиваются и постоянно рыхтуются для глядачоу новые программы. Кроме того, завершилась масштабная модернизация. Подпродкованные БТРК-каналы переходят на вещание в формате HD. На переобстолевание выдатковали десятки миллионов долларов. Великая увага и интернет-просторы. Это не только большая колькость, чем на Телебаченне уластных программ, а лей распроцовка трех мобильных додатков. Беларуси компания в этом году сразу три мобильных приложения запускает. Одно общее, так сказать, БТ-шное, уже запущенное работает. Вот-вот идут последние доработки более сложного приложения новостного, которое позволит не только делиться новостями, но и принимать их от простых зрителей. И нам, разработчики, обещают, что буквально на днях мы сможем его запустить. Так что мы с удовольствием поделимся со всеми этой новостью, потому как благодаря этому приложению журналистом может стать любой житель Республики Беларусь, снять видео и отправить нам. Это достаточно такая популярная практика во всем мире. Ну вот, в общем-то, и мы ее внедрили. Подробязности сустречи студента у ГДУ со старшиней Белтеля радиокампании Иваном Эйсмантом глядите у выпуску новинов на телеканале Беларусь 4 Гомель у 21.